приветствую вас уважаемые подписчики и гости вы на канале личного подсобного хозяйства zizifus наш сайт zizifus.buy ссылка в описании постоянно задаются вопросы в комментариях как вы делаете свои теплицы значит это так как делаю я это самый бюджетный вариант на какой можно придумать так скажем на день сегодняшний эти жерди танкомер он практически ничего не стоит там 10 кубов где-то 300 долларов у этих 300 рублей 300 долларов 150 долларов ну вот и все из той телеги можно построить которую привозят на 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 этот объем можно построить теплицу 50 метров длиной вот такого вот вида как она сейчас есть значит те теплицы что под ежевику они пониже это теплица будет немножко повыше хотелось бы еще повыше но уж больно большая парусная здесь в поле он рядом теплицы и и трепет больше всех те том что внизу они как бы прикрытые те больше стоят но все равно пленка скажем так своего бы выстаивает сколько за сколько сезонов заплатите столько она будет вас стоять и даже она всегда стоит больше все по деньгам значит вот выглядит так в торце эта теплица уже она готова весной мы ее накроем я ее сделал повыше на полметра получилось повыше хотелось хотелось на метр но я говорю не не получается на метр и как-то и по длине рулона 33 метра получается 3 реза кого-то вот как она есть то есть вот получилось так как есть значит боковые стойки немножко с наклоном вовнутрь это дает устойчивость боковым метрам чтобы не делать внутри распорок вот сколько лет у нас стоят теплицы те старые уже некоторые подходят под замену и вот это вот теплица она будет у вас шесть лет без проблем стоять то есть если вы трех сезонку пленку купите вас за это время надо будет поменять ее раз а можно купить и 6 сезонку заплатить денег побольше и купить 6 сезонку и на вас будет шесть лет стоять на сколько вот будет стоять дерево столько будете пленка стоять потом просто загребьте все спалите построить по новому вот так с другой с другой стороны вот так вот она выглядит торцы значит тут боковые стойки два пятьдесят центральная 280 вот так вот выглядит со стороны если взять два с половиной где-то вот через 60 70 сантиметров набита обвязка и в землю выкопается траншейка и взял землю пленка пленка натянется по обвязке рейкой прибьется и в землю она прикопается траншейку и не надо даже прибивать если натянуть хорошо в землю прикопать чисто так для подстраховки рейкой 1 набить потому что раньше колотили в два ряда рейку это совершенно не нужно хватит если прикопать хорошо хватит вряд ли рейку значит что делалось у нас ошибочно ну как бы она не выходили из положения но это пленка идет размером 6 8 10 12 метров мы как бы хотелось ну типа быстрее накрыть брали двенадцати метровую вот это вот она сделана еще по двенадцати метровую пленку то есть два раза накрыл там разрыв среди не для проветривания пару метров оставлялись оставлялись и все но это ошибочный вариант лучше брать ну 6 8 метров 8 максимум вот тогда она поверху будет натягиваться лучше будет лучше натяжка и не так будет не такая парусность будет этой пленки не так ее будет ветром рвать вот такую ленту переделывали в этом году ремонтировали все теплицы и вот такую ленту для натяжки я потом покажу как это выглядит на на тех теплицах потому что я сейчас стороне вот такая лента это обрезка каких-то тентов она обошлась в копейки она устойчивая к ультрафиолету ну как тенты на машинах делают зачем это обрезается я не знаю ну вот такое нам предложили и это делается на теплице поверху поверху пленки натягивать тогда еще будет больше и лучше пленка стоять для того чтобы чаще стыковать пленку просто надо положить дополнительную стропили ну если пленка скажем будет там 10 метров или 8 метров значит на 7 80 чтобы можно было по 10 сантиметров с боков пленочку завернуть и зафиксировать еще одной рейкой значит ну вот это вот самое главное не брать длинную очень пленку широкую двери лучше делать с торца с того и с другого торца сбоку это плохо если зимой надо зайти в теплицу снег сползает бывает что навалит и на пол на пол высоты этого ну слава богу таких уже снегопадов последние зимы не было но лет шесть назад семь было поработали мы вот значит что делать если навалит очень много снегу мы вышли из положения таким способом эту пушку тепловую тепловую пушку в теплицу занесли включили и через полчаса весь снег сполз не надо сверху ничего скидывать и ни с чем париться он сам съедет на низ и все это это если нет если есть оттепели там и он сползает сам теплица как бы температура от солнышка чуть больше и он сползает сам и нет проблем землю столбы вкопаны всего лишь на полметра центральные там где больше получалось на 70 сантиметров боковые на полметра этого тоже достаточно на обвязку на обычной циркулярки жерди распущены на половину идет это на обвязку значит делали раньше ошибку стропила стропила ложили наверх и она получалась как бы бугром потом эти при натяжке пленка очень играет при температурах то есть зимой она натягивается как струна летом она может провисать от нагрева вот ложили наверх он как на той теплице там видно дальше не просто эти торцы стропила повылазе повылазили наружу вот так вот будет видно на той теплице вот самые торцы стропил наружу этого делать не надо вот так стропила зарезана на балке и там вверху тоже один в один чтобы она как бы вот она ровненько лежит и это уже пленку у вас не порвет никогда ну вот собственно и все что что хотел сказать по этой теплице значит под ежевику теплицы на пол метра меньше боковые два метра средина где-то там 230 крайние столбы вкрутили натянули шнурок посредине еще один стол поставили стрельнули глазом тут не надо никакого циркольного строительства мерять все вот и все шнурочек натянули бур завели мотобуром дырочек насверлили стал бы вкинули все вот так выглядит жерни они тут от 10 до 16 сантиметров толщиной ну это мурал потоньше потому что на ремонт теплиц брали там на стропила на обвязку если на столбы можно чуть толще можно с этих выбирать вариантов но и вот эти теплицы накрыты у нас 12 метровой пленкой у нас разрыв сделан был через 24 метра надо было делать хотя бы здесь хотя бы через 12 вот и тогда конденсата там внутри практически никакого не собирается ну вот и все если еще что-то не ясно линда рассказал вот тут снимаем этот разрыв и получается проветривание если что-то еще кому-то непонятно пожалуйста задавайте в комментариях вопросы я с удовольствием отвечу боксер боксер